Сын мой, ну чего мы ждем? Второго пришествия. Давай уже трогай. Батюшка, вот скажите мне честно, вот когда Моисей переводил евреев через Красное море, он что, тоже парня моих? Туда-сюда, туда-сюда. Подождал, пока она берется, полный и пошел. Так и мы должны. Ммм, весомый аргумент. Подождем. Ммм, слушай, батюшка, раз уж мы с вами тут пока ждем, пока наберется, да? Может быть, у меня просьба к вам такая есть? Я могу вам исповедаться? У меня от гахина копились, сразу я немножечко вам уже расскажу, и все, и, как говорится, сочтется уже там. Да, конечно, можно, сын мой. Сейчас только найду номер своей матушки, запишитесь и исповедуем. Не-не-не, подождите, подождите, батюшка. Я вообще-то без выходных работаю, каждый день туда-сюда людей вожу, в том числе и к вам в храм. Нет-нет, времени просто, понимаете, давайте уже как-то здесь. Сын мой, как я здесь тебе работать буду в таких условиях? Во-первых, помещение не оборудовано. Во-вторых, инструмента нет. Как ты себе это представляешь? Да, у меня все оборудовано, мой, что вы говорите? Вот иконы есть. Эти благовновония вот висят. Перекородочку сейчас поставим, все будет. А место-то какое намоленное. Я когда гоняю, тут даже арабы крестятся, понимаете, батюшка? А свечи? Свечи. Только недавно из зажигания свечи поменял. Все хорошо. Единственное, чего нет, как город все-таки за рулем, как говорится, не буду брать грех на душу. Понятно? Ладно. Ну, рассказывай, в чем твое прегрешение, сын мой? Даже не знаю, батюшка, с чего начать? Ну, думать надо. Думать надо, когда ты маршрутку до отказа набиваешь. А мне можешь рассказывать все, как есть. Ну, есть у меня, знаете, такой грешочек, что я вот музыку, когда люди в салоне просто сделают потише, я, наоборот, делаю погромче. Вот так, да, они нам что-то говорят, а я делаю... Все, я понял. Еще напеваю. Я понял. Понял я, сын мой, понял я. Вот так вот. Да, с одной стороны, это, конечно, нехорошо. Но с другой-то стороны, уже лучше слушают песну пения, чем твой движок, который стучит. И вообще, не гоже водителя отвлекать, ибо привезешь ты их, не дай бог, не к вратам города, а к вратам рая. А там я им уже не помощник, мои полномочия, все. Ну, спасибо, батюшка, успокоили, как говорится. Но есть у меня еще один смертельный грех. Смертный грех? Какой? Рассказывай. Зависть, святой отец, очень сильная зависть, так сказать, коллеге моему, так сказать, по рулю Аурьелу, понимаете ли? У него, значит, маршрутка на 25 сантиметров длиннее, так сказать. И это что получается? Это значит, что он может на 28 пассажиров больше в день привозить, да? А это значит, что у него плюс 174 лея выходит, да? А это получается, что у него за неделю выходит плюс 5387 лея, да? Это значит, что у него за месяц, за месяц у него уже плюс 602073 лея. Это получается у него что? Это у него за 10 лет 647 282 лея в плюсе, понимаете? Это что? Это 32 тысячи евро? Это что? Это вы можете квартиры на чехарах купить и новые чехли, понимаете, и на кресло, так сказать, поставить. Как это? Нечестно? А это всего лишь 25 сантиметров, а еще, говорят, размер не имеет значения. Зависть это, конечно, нехорошо. Но с другой-то стороны, сейчас пандемия. Чем меньше людей в маршрутку влезут, тем меньше заразятся. А раз ты здоровье людей бережешь, я тебе этот грех и прощу. Ой, спасибо, батюшка, спасибо. Еще, знаете, беру двойной тариф. Вот вижу, что заходят ко мне с этими сумками. Ко мне что за сумку надо платить? Даже за самую маленькую сумку надо платить. Обязательно. А и даже если кошелек большой, тоже надо платить. Все, это же место занимает в салоне. Потому что если кошелек большой, то значит денег там много, значит, можно, так сказать, и на такси проехаться, так сказать. А не здесь у меня сидеть, выфендриваться кошельками и сумками, так сказать. Жадность, сын мой, это очень пагубно. Каюсь, 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 каюсь. Но есть и добрые у меня дела. Я вот люк, люк заварил специально. Так что в этом доброго? Люди дышать летом не смогут. Ну, тут сразу видно, батюшка, что вы это в науке не бум-бум, так сказать. У меня здесь же это плесень, плесень, она эти хлорофиллы, хорлоформы, она все, здесь кислорода очень много. А люк, наоборот, они же из-за этого не ругаются-то, понимаете. Так сказать, они не спорят, люк открою, люк закрою, сидят, смеют их спокойненько и пытаются удержать кислород, как говорится. Ну, ежели ты таким путем распри человеческие предотвращаешь, то прощу я тебе этот грех. И другие прощу, но при условии. Поклянешься мне на Библии, что впредь не будешь ни маршрутку свою до отказа набивать, ни на людей своих орать. Хорошо, готов покляшаться только Библии-то у меня, так сказать, нет, вот здесь, вот есть билеты, может быть, билеты. На билетах, все равно их никому не даю. Фу ты, да и я свою в храме забыл. Фу, клянись тогда на правах. Так что, на каких правах таких-то? Так сказать, нет у меня прав, были бы у меня права, я бы это, вот давно бы уже работал таксистом в Германии, что мне, понимаете, а так нет прав. И никто не жалует, вообще-то вожу уже 10 лет людей. Были парочку, пожаловались, так они сейчас в лесу, так сказать, отдыхают, так сказать, и подберутся. Значит так, где это видно, что вот таким вот иродским способом людей возить, ну где это видно? Покуда права не получишь, не видать тебе прощения. Фу, внутрь тебе уже привычкано. От релеза прежде всего будут передавать, не по-христиански это все. Капец, а не нужно мне вообще его прощения, я все равно же не православный, я буддист. Пару-тройку муравьев, так сказать, спасу и все будет нормально, так сказать. О, вот, лети-лети, букашечка, козявочка, все. Плюс карму, могу и дальше ездить себе подождать. Капец, придумали нам, неисповедишь, неисповедишь. Аккуратно, темпо рогна. Соседи, каждое воскресенье в 18.30, только на TNT Exclusive TV.